Ты на самом деле собралась это относить к какому-то непонятному человеку? Ну да, почему нет? Ребята, я не знаю, меня всё это очень пугает. В этой коробке деньги лежат! Вы знаете, что это такое? А у меня ваша посылка. Нет, я не курьер, я просто нашла вашу посылку. Это самое сумасшедшее видео на моём канале. Всем привет! Я даже не верю, что сейчас в руках я держу вот это. Это потерянная посылка. Как вы знаете, сейчас совершенно все блогеры снимают видео на эту тему. А я не планировала, но тем не менее я снимаю это видео, и это случилось совершенно спонтанно. Как это случилось, вы сейчас увидите. Но прежде чем мы начнём, обязательно подпишись на мой канал, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И добро пожаловать на мой канал! Это рубрика «Соргазмная неделька». Моя постоянная рубрика на моём канале, но название я придумала только вчера, поэтому «Соргазмная неделька». Сегодня в этом видео я вместе с моей собачкой Лючи будем ходить по парку, искать всякий клад, типа косметики. И всё, что найдёт моя собачка Лючи, я буду наносить себе на лицо, потому что это такое видео из категории «Годный контент» на Ютубе. Итак, собачка Лючи, ты должна находить сейчас мне косметику. Мы находимся в огромном лесу, и здесь очень много косметики, поэтому твоя задача будет найти как можно больше косметических средств для меня, чтобы я сделала ими макияж. Пошли, собачка Лючи, побежали! Где же косметика Лючи? Ищи косметику! Хм, где же может быть косметик в парке зарыта? Что это? Что это ты нашла? Ты думаешь, это косметика? Но это же палка! Это же палка! Что ты здесь нашла? Но это же не косметика, это же камень! Лючи, это же камень! Похоже, мы нашли не косметику, а что-то другое! Подождите, это то, о чем я думаю? Не-е-е-ет! Не-е-ет, я не верю! Это же потерянная посылка из Почты России! Совершенно секретная посылка из Почты России! О, боже мой! За этим охотятся все блогеры! Все сейчас снимают про это видео, но я не сняла! И вот я нашла ее там, где не рассчитывала найти! Собачка Лючи, смотри, что мы нашли! Это Почта России! Я ее возьму! Но если это будет последнее видео на канале, помните, что во всем будет виновата эта тайная потерянная посылка! Ну, именно так все и было, именно так и никак иначе! Сейчас, держа эту тайную, супер-секретную посылку, я хочу ее открыть! Это очень-очень меня сильно пугает, потому что я даже не верю, что буду сейчас ее открывать! Обязательно поддержите меня лайком, чтобы я понимала, что все делаю не зря! А я пойду за перчатками и пойду за ножницами! Я нашла только такие перчатки! Ребята, мне страшно, очень страшно, ведь мы не знаем, что это такое, но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое! Подождите, здесь есть конверт и открытка! Здесь есть конверт и открытка, смотрите! Смотрите, какая-то плохая посылка! Кошечка болей, птичка болей! Итак, ребята, попытка номер два! Достаю! Первое, что я вижу, здесь внутри лежит другая коробка, красная какая-то очень странного материала штука и две вот такие вот бумажные вещи! Первая вещь – это открытка! Как мы уже с вами выяснили, кошечка болеет, птичка болеет! Очень опасная открытка! Тем не менее, я хочу ее открыть! Это письмо! Это не простая открытка! Это письмо! Смотрите, это письмо! Видите? Это письмо от кого-то! Постараюсь понять этот почерк, но нифига не понимаю! Кажется, это какой-то врач отправлял, потому что очень непонятные закорючки! Посмотрите сами поближе! Вот, вы понимаете, что здесь написано? Анатанечке! А, Анаташечке не болей, выздоравливай скорее! Типа, кошечка болей, птичка болей, а Наташечке не болей! Наташечка, поздравляю тебя с днем рождения! Прости меня, бабку старую, что хороших подарков не положим! Собрала пожитки мои и денежку! Будь счастлива и не забывай о гиене! Гиене, шмеле! Не могу понять вот это слово, которое здесь написано! Вот это вот слово, что здесь написано? Которое не забывай о чем? О гиене! Твоя баба Маша! Вообще, здесь написано, что собрала пожитки мои и денежку! То есть, значит, там деньги есть? Деньги? Здесь были деньги, прикиньте здесь! Давайте откроем его! Здесь было 100 рублей! Ну ладно! 100 рублей на дороге не валяются! А это было смешно! Прежде чем продолжу эту замечательную распаковку дальше, хотела сказать вам одну очень интересную вещь! Помните, недавно я снимала видео, где я показывала мой типичный вечер? Так вот, в этом видео я показывала вам огромную распаковку всякой косметики из Кореи! И я заметила, что вас очень заинтересовал бренд, который я вам показывала! И вы просто себе не поверите, но мы с этим брендом договорились провести для вас конкурс! Если что, это бренд очень-очень реально крутой корейской косметики! Если не верите мне, спросите у ваших знакомых, которые имеют отношение к Корее! Они вам подтвердят, что бренд просто... Типа, вообще, максимально! Мы разыгрываем целых 10 огромных наборов этой косметики! Условия просто безумно простые! Нужно быть подписчиком моего ютуб-канала и написать в комментариях следующее! Что приходит вам в голову, когда вы видите эту косметику? Чтобы ознакомиться с ней лучше, можете пересмотреть то мое видео с моим вечером, я оставлю слух на него в описании! Вот, напишите небольшое сообщение, что вы думаете, с чем вас ассоциируется эта косметика, как вы думаете, как она себя проявляет, и оставьте свою почту в комменте, если вы хотите быть участником этого розыгрыша! В случае, если именно ты станешь победителем, а у тебя есть все шансы, то с тобой свяжется корейская сторона по твоей почте и отправит тебе коробку с подарком! Такие дела! А что? Я считаю, что это очень крутое предложение! Коробка, в которой есть еще одна коробка, ее я и достану! Что же в этой маленькой коробке? Это что? Это... это трусы? Это... что это? Что это? Это какие-то набедренные повязки, трусы с прорезями, что-то такое! Фу! Ну, оно, конечно, вроде выглядело свежим, но все равно смущает! Дальше здесь был вот такой вот карандашик, как Пиноккио, но, в принципе, если это посылка от бабушки, то, ну, да, прикольно, что здесь карандашик, какая-то денежка! Два пакетика чая было! Бумажка, на которой нарисован телефон! Точнее, не бумажка, а какая-то тряпочка, на которой нарисован телефон! Что было это значило? Я не знаю! О! Это обратный адрес! Это обратный адрес! Это обратный адрес от кого и кому? Здесь было извещение! Блин, прикол! Здесь извещение было, смотрите! А прикиньте, короче, это в Москву нужно было доставить! То есть, то есть, у нас получатель живет в Москве! Я тоже живу в Москве! А может, реально по приколу встретить с этим человеком, если получится, и отдать ему эту посылку? Ну, типа, адрес есть, телефон есть, сейчас надо попробовать набрать! Томанец, которому вы пытаетесь дозвониться, недоступен! Черт! Номер телефона не работает, но есть адрес! Придется ехать на свой страх и риск! Это самое сумасшедшее видео на моем канале! Ребята, я не знаю, как вы поступили, но я считаю, что надо просто отдать эту посылку этому человеку! Но любопытство берет верх, поэтому посмотрим, что там! Потому что если там что-то очень плохое, например, что-то опасное, то я не буду передавать эту посылку! Но если там, типа, подарки от бабушки, вот как вот этот карандашик, то, конечно, мы найдем этого человека и постараемся вернуть посылку! Ну, косметичка! Косметичка красная, латексная, странный выбор для бабули, но ладно! Давайте ее откроем! Вы знаете, что это такое? Ребят, бабка-то у нас извращенка! Ручники! Фу-фу-фу-фу-фу! Ай, фу-фу, гадость какая! Хорош на перчатках! Обычный простой кремчик из магазина, ну, нормально! Расческа! Там трусы были! Но я не хочу снимать видео и трогать трусы чьи-то! Ну, они, б***ь, выглядят свежими! Ну, что за хорня вообще? Ребят, я не знаю, меня все это очень пугает! Я даже не знаю, чего еще ожидать от этой коробки! Я покажу вам, что меня так сильно напугало потом, но я даже не знаю. Кусок мыла. Здесь был кусок мыла. А почему был кусок мыла? Тоже два пакетика кофе, кстати говоря. Это очень странно. Здесь было два пакетика чая и два пакетика кофе. Мне кажется, вот эта вот баба Маша, она не простой человек. Это наушники? Нет, это не наушники. Что это такое? Короче, здесь еще вот такая какая-то штука. Очень похожа на наушники, но наушниками она не является. Я без понятия, что это, но, может быть, вы знаете, но я хозе, реально хозе, что это такое. Вот так это выглядит. Далее. Зубная щетка. Ну, я не удивляюсь, я не удивляюсь. Средство для удобрения цветов. Согласитесь, это очень неожиданно. Здесь третье средство для удобрения цветов. Удобрение. Одобрять цветы хорошо, удобрять тоже. Но это разные вещи. Фух, это не все, но я сейчас осмелюсь это взять. Я не знаю, какой бы мне девайс использовать для того, чтобы это взять, потому что стрёмно. Но я возьму, наверное, вот этот вот платочек, который был до этого, и просто это достану. Вы же понимаете, да, что это такое? Вы же понимаете, да? Ложечка для обуви. Какой-то непонятный футляр. Но, наверное, этот футляр нужно использовать для вот этих вот наушников. Такие себе поживки, хочу сказать. Очень странные. Я не вижу логики в этом наборе. Никакой абсолютно логики. И ещё здесь было, опять-таки, двойной предмет. И здесь были двойные вот такие вот маленькие резинки. Кстати, резинки-то очень маленькие. Я думаю, реально этот набор принадлежит маленькой девочке. Я приняла решение. Я найду человека, которому должна была достаться эта посылка. Я найду этого человека, я поеду туда, куда указан адрес, и отдам эту посылку ему. Ну, а если не отдам этому человеку посылку, то, по крайней мере, оставлю, например, консьержки, или просто положу под дверь дома. Сейчас я соберу всё, что здесь было, обратно. И мы разыщем этого человека, я передам это. Ты на самом деле собралась это относить к какому-то непоятному человеку? Ну да, а почему нет? Ну, во-первых, ты не знаешь, кто это, а во-вторых... В смысле, я не знаю, это Наташа. А, кто такая Наташа? Вдруг это какая-то, не знаю, истеричка. Ну, не знаю, мне кажется, это обычная девочка, потому что здесь вот такие, видишь, резиночки были, заколочки. Я думаю, это, ну, там девочка какая-то. Давай съездим, отдадим ей эту посылку. Ну, это подарок от бабушки, там письмо было. Я не верю, что мы это делаем, но мы реально едем. Маршрут построим. Что ж, поехали. Надеюсь, там будет нормальный человек, и будет вообще. Мы приехали, я не знаю вообще, куда идти, потому что здесь просто везде написано лестница, и просто лестница, я не знаю. Это очень тупо будет, если я оставлю коробку прямо здесь, поэтому, наверное, попробую еще раз позвонить, вдруг возьму трубку, или телефон включится. Алло, здрасте. А это Наталья? А у меня ваша посылка. Нет, я не курьер, я просто нашла вашу посылку. Ну да, у меня ваша посылка от вашей баб Маши. А где мы можем с вами встретиться? Я вам передала вашу посылку. Да, хорошо, я сейчас подойду. Да, да, понимаю, конечно. Что за бред здесь вообще происходит? Боже, она реально сейчас возьмет эту посылку, мы встретимся с человеком. По звуку там реально девушка какая-то, вроде молодая. Так что надеюсь, что все ок пройдет. Ладно, пошли, отдадим ей посылку ее. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая моя Наташа! А тут и Наша! Что? У меня от тебя... Которые тебе бабка твоя прислала на день рождения Но еще там есть трусы Я не знаю, что тебе прислали трусы Вот это трусы? Нет, это не трусы А где трусики? Там, где-то будут Это твоя посылка В общем, ребята, оказалось, что та самая Наташа, которой прислали посылку Которую я нашла Не рассвети тут трусами Глубый трусанюк Это сильняшка Так что вот такой вот у нас сегодня получился видос Соберите эту свинь свою бабмашку